Привет всем большим и маленьким любителям посылок из Китая. Сегодня ко мне приехали две вот такие довольно крупные посылки. Вот это наиболее интересное. Здесь находится смартфон Xiaomi Redmi 3s Pro, то есть версия с 3 гигабайтами оперативной памяти и 32 гигабайтами встроенной памяти. Покупался он у одного из крупнейших магазинов на алиэкспрессе Eternal Team. Хороший надежный продавец. Не первый раз уже покупаю у него смартфоны. Обошелся он мне 130 долларов 99 центов. То есть 131 доллар за вычетом кэшбэка 13 долларов. Можете сами прикинуть его стоимость. То есть обошелся он мне реально меньше 127 примерно долларов. Посылка шла в пути 23 дня из-за того, что заказывал я его после 11.11. Поэтому так долго в пути она провела. Обычно Eternal Team укладывается по доставке в предыдущие разы. Вне периода распродаж, когда почты наиболее загружены, укладывается в 3 недели. То есть 21 день, даже 20 дней. Примерно так. В этот раз пришлось ждать дольше. Упаковывает он всегда вот таким образом. То есть достаточно надежная упаковка. Видите, толстый термоизоляционный материал прокладывается. И, в общем-то, с коробкой никаких проблем никогда не было. Так, все. В упаковке больше вроде бы ничего нет. Так, что мы видим? Мы видим полностью запечатанный Redmi 3s. Так называемая Sealed Box. Так, давайте смотреть. Здесь вот его характеристики. 3 гигабайта оперативной памяти и 32 гигабайта встроенной памяти. Цвет, как, собственно, я и заказывал. Темно-серый Duck Gray. Все верно. Описание. Вот. Единственное, что меня сейчас беспокоит, после вскрытия я надеялся обнаружить здесь официальную глобальную версию прошивки. Но, поскольку он запечатанный, возможно, здесь не будет по умолчанию русского языка. Так, сейчас давайте вскрывать ее. Сейчас я возьму нож. Самый желанный цвет для многих пользователей. Большинству людей все же нравятся темные телефоны. Темно-серая задняя крышка. Такой мокрый асфальт. Цвет напоминает. Так, давайте включим и посмотрим, что здесь с прошивкой. Пока телефон грузится. Посмотрим. Ну, комплектация здесь стандартная. Здесь находится макулатура и скрепка для установки сим-карт. Вот она скрепочка. Все остальное здесь не любопытное. Все на китайском языке. Так, а вот здесь достаточно любопытно. Адаптер положили европейский. То есть, интересно. Впервые я сталкиваюсь... А, нет, второй раз, наверное, с адаптером с европейской. То есть, это не переходник, а, собственно, версия абсолютно европейская. 5 вольт, 2 ампера. Да, 5 вольт, 2 ампера. Стандартный кабель USB, microUSB и больше, собственно, здесь ничего быть не должно. Так, смотрим. загрузился. Нет, все в порядке здесь с языком. MIUI 7. Русский язык. Прямо из коробки и запечатанный. Все на месте. Возможно, это именно изначально глобальная версия прошивки и версия телефона для глобального рынка. Может быть, поэтому здесь... А, да, я не обратил внимание перед тем, как распаковывать. Здесь все на английском языке, на коробке. Ведь везде всегда китайщина. Как видите, у продавца Eternal Team, по всей видимости, то есть официальные поставки для зарубежья во вне Китая. Поэтому здесь все на английском, как видите. Китайского вообще здесь мы не видим. Обычно здесь все это на китайском. Только цифры отдельные мы видим на английском языке и понимаем. Так, да, Россия. Все в порядке. Никаких проблем. Выберем клавиатуру Google. Теперь нужно подключиться к Wi-Fi сети. Сейчас я установлю пароль. Так, чтобы было не скучно. Вот такую заставку вам поставлю. И введу пароль в свой Wi-Fi роутер. Да, подключился к интернету. Кстати, можно сравнить габариты. Ну, примерно равные с Meizu M3 mini. По ширине они тоже не отличаются. И, в общем-то, они считаются, что это конкуренты. Единственное, конкуренты есть 2.16, 2 гигабайта оперативной памяти и 3.32. Также есть и у Meizu такая версия. Так, нет сим-карты. Продолжаем. Аккаунт Google также позднее. Пропустим авторизацию. Отпечаток пальца также пропустим. Выберем, наверное, так. К черному экрану, возможно, подойдет вот такая одна из классических тем. Настройки завершены. Да, черная передняя часть выглядит действительно неплохо. Темно-серый цвет сзади. Отлично. Внешний вид на пятерку. Первая загрузка достаточно долго продолжается. Экран яркий. Яркости более чем достаточно. Загрузка приложений на рабочем столе. Вот, собственно говоря, загрузка завершена. Сразу мы видим, что версия прошивки действительно глобальная. Доступна новая версия. По умолчанию сразу из коробки предлагает обновиться. Так, это я нажал не то. Да, вот она. Доступна 8.1.1.0. Зайдем в меню о телефоне. 7.5. Текущая версия. И доступна восьмерка. Оперативная память 3 ГБ. Из встроенной памяти из 32 доступна около 25. 7 ГБ занимает сама операционная система MIi. Что касается обновления, мы уже видели. Так, обновлять автоматически мы не станем. Конечно же не станем. И мы видим 8.1.1.0. список обновлений, что изменится. Но это долгий процесс, поэтому сейчас мы этого делать не будем. 7.5 также на основе андроида шестого. Но в восьмерке, конечно, много других интересных функций. Поэтому обновиться нужно будет в самое ближайшее время. В общем, что мне очень понравилось, что всегда, когда получаете запечатанную вещь, то есть в коробке все залито целлофаном, и когда в комплекте такой зарядник без адаптера питания это действительно подкупает. То есть я лично пользуюсь удлинителями Xiaomi. Там можно вставить любой адаптер питания в розетку, и плюс есть USB порты. Но те люди, у кого такого удлинителя нет в хозяйстве, то будет приятно получить именно в комплекте вот такой качественный зарядник. И не пользоваться какими-то переходничками, которые имеют свойство теряться и так далее. Вот это очень удобно. Сканер отпечатка пальцев сзади. И 3 гигабайта оперативной памяти. Естественно, полезно, потому что для MIUI чем больше памяти, тем лучше. Все быстрее работает. Если несколько приложений у вас одновременно запущены, то, в общем-то, они не будут перезагружаться часто, если у вас достаточно памяти. И 32 гигабайта памяти сейчас это уже, в общем-то, такая необходимость, наверное. То есть из 16 мы вычитаем 7 для операционной системы, и у вас остается только 9 гигабайт. Это очень мало для видео, для фото. А 32 это вот то, что нужно по минимуму, я считаю. Экран отличный, яркость, на мой взгляд, с запасом вообще здесь. Здесь оставить автояркость. И то, мне кажется, она... А так вообще даже невозможно пользоваться. Слишком, слишком ярко. Оставлю автояркость. Умеренное уведомление. Все качественно работает. На WhatsApp, на Viber. Будут у вас такие же единички, двоечки, в зависимости от того, сколько сообщений вы пропустили. В общем, очень удобно пользоваться. Также мне очень нравится, когда вот здесь показывают скорость сети. Здесь видно, с какой скоростью вы обмениваетесь данными. С роутером или с мобильной сетью по LTE 4G. И показывать название оператора. Когда установят сим-карту, будет написано название оператора. Мегафон, МТС, Билайн, Теледва и так далее. В общем, очень приятный цвет. Также можно приобрести ощутимо дешевле золотой цвет и немного дороже промежуточный вариант по цене. Это серебро. Ну, кто, в общем-то, на Алиэкспрессе уже проводит время и делает покупки, они замечали, что черный цвет всегда продается в последнее время, во всяком случае, как правило, дороже всего. Поэтому вы можете вполне выбрать золото. Кому не принципиально, в общем-то, подходит и мужчинам и женщинам. Золотой цвет, так же, как, собственно, и белый с серебром. Поэтому, на мой взгляд, сильно обращать внимание на цвет многим людям не имеет смысла. Можно выбрать просто по подходящей цене себе смартфон. Ссылку на данного продавца, на продавца Eternal Team, обязательно приведу внизу в описании к этому видео. Переходите. Так, а сейчас хочу быстренько вскрыть вторую посылку. В ней находятся симпатичные, ожидаю, очень симпатичные, красивые кабели для зарядки телефонов. Вот видите, показались такие, видите, розовые, яркие коробочки. Серенькие. Вот такие, не знаю, как цвет называется, салатовый или бирюзовый, наверное. И самые красивые, вот эти. Сейчас покажу вам ближе. Самый красивый кабель, это кабель со змейкой. Все производства компании Remax. На мой взгляд, это самые качественные кабели как для Android смартфонов, так и для продукции Apple. Смотрите. Этот цвет, можно сказать, розовое золото, наверное, да, лучше всего подойдет к нему. И когда вы подключаете к источнику питания, вот такое свечение. Видите, как глаза у кобры. Эта часть не светится, которая вставляется. Ну, ее не видно, собственно говоря, к телефону. Эта часть как раз можно подключить. Так, он вот таким образом вставляется. Вот и пошла зарядка. 50%. Вот такой симпатичный кабель. Так, и сейчас открою. Эти все одинаковые, поэтому, собственно, их нет смысла открывать. Откроем. Такой бирюзовый. Посмотрим поближе, как выглядит. Сами понимаете, вещь достаточно нужная. Кабели запасные. Поскольку, ну, иметь один кабель из комплекта, это очень неудобно. Удобнее положить там в каждой комнате по кабелю. На работу положить кабель отдельный. Это гораздо удобнее. Этот кабель попроще. Здесь ничего не горит. Но весьма прочный, качественный кабель micro USB. Того же производителя Remax. И розовый вариант, такой вот яркий. Вот такой розовенький кабель. Все кабели метровые. Самый удобный для большинства размер. Длина. Все ссылки на данные кабели, это все от одного продавца. Как вы видели, в одной посылке пришло очень много видов. У него много цветов различных. Не только розовые, естественно. Не только бирюзовые. Но и белые, черные, какие угодно кабели. Micro USB, Type-C, разъемы Lightning для Apple устройств. То есть, все что угодно можно у него приобрести. Если вам понравилась данная небольшая распаковка, то обязательно поддержите ее лайком внизу под видео. Если вам нравится смотреть распаковки разнообразных товаров из Китая, то вверху вот здесь подписывайтесь на мой канал. Пользуйтесь ссылками внизу. Приведу ссылки не только на данные товары, но и на кэшбэк, которым я пользуюсь. И можно экономить со всех покупок, которые вы делаете на Алиэкспрессе. Порядка 10% будет возвращаться вам обратно. То есть, покупаете с 10% скидкой все что угодно на Алиэкспрессе. Большое спасибо за просмотр этого видео. Всем пока!